Юрий Контишев. Муза. Сегодня утром ко мне в окно постучалась муза. Как она выглядела? Попробую описать. Облик музы никто из моих современников себе точно не представляет, поэтому, я могу позволить себе некоторые фантасмагорические гиперболы, с допуском, плюс-минус. Итак, птица с женской очаровательной головкой, пол пегаса с крыльями от той же птицы или, нечто более современное, типа, порхающая клавиатура от компа, смахивающая на всех моих бывших любовниц, но, с грудью Венеры Милосской, руки от нее же, только, не оторванные. А кто их в натуре видел? И, обязательно, с голосом Анны Герман или Людмилы Касаткиной остальное хрен с ним, от любых моих бывших. Так вот, эта муза напела мне на ушко мелодию, которую я хотел применить к моему старому стишку, чтобы получилась песня. От меня, в последнее время, все ждут именно песен, а их, есть у меня, стихов у меня хватает, а с мелодиями, туго. Найти мелодию сложнее, чем рифму. Это, как разлить вино по бокалам, чтобы всем досталось строго поровну. Искусство, требующее абсолютного музыкального слуха. Представьте себе этот процесс. Рука разливающего, подобно руке скрипача, тонко улавливая охом постепенно меняющийся тон звука наполняемого бокала, должна вовремя остановиться на нужной ноте. Иначе, все, лажа, бокал будет или перелит, или не долит. Что, одинаково не камильфо. Короче, если скрипач не попадает в ноты, могут и морду набить, несмотря на всемирный лозунг «не стреляйте в пианиста». Он играет, как может, вино и музыка – это не всегда эстетически совмещенные процессы, хотя, частенько не отличишь. Но главное, нужен, если не абсолютный, то, хороший музыкальный слух. Вы же помните, сколько нот нам приготовил Бог? Семь. Везде – семь. Цветов – семь. Заповедей – семь. И так далее. Везде и во всем – семь. Конечно, человечество научилось создавать полутона и полуноты, диезы, бемоли, но, по сравнению с количеством букв в человеческом языке, это – чайная ложка в океане дегтя. Поэтому, для меня всегда сложно было подобрать красивую и оригинальную мелодию к моим стихам, чтобы получилась песня. Хочу вас огорчить, я никогда и не подбирал мелодию. Я просто, брал гитару и начинал читать свои стихи, вернее, напевать, на мелодию, которая витала в воздухе, около меня. И, в зависимости от настроения, обстановки, погоды, наличия денег в кармане, времени суток и так далее, возникала мелодия. Иногда – красивая. Иногда – не очень. Иногда – как у Шостаковича, как это – у Шостаковича. Ну, помните, у него спросили, как, то, откуда у вас фрагмент Шопена или Моцарта? Он непринужденно и кокетливо отвечал, «Ах, это – просто легкое цитирование. Я уже не говорю за наших мастодонтов по псейбардовской песне». Херкоров, Тальков, Цойтам – цитаты преобладали порой над «Впрочем, если из семи нот – одна твоя, то ты – уже не плагиатор». Поэтому, улавливание мелодии из космоса – довольно щекотливое и небезопасное, с точки зрения авторских прав, занятия. Или, как говорил Высоцкий, «Хрен с ними, пусть у меня в ответ что-то украдут». Самый популярный ранее, а теперь подзабытый, плагиат, «Слямзить надпись на заборе, а пошел ты на ха». Эта фраза на музыкальном сленге звучит как «до, реми, даре, до». Соловьев седо изящно спионирил это «до, реми, даре, до». Вы легко узнаете эту музыкальную фразу в знаменитой песне, удостоенной сталинской премии «Какой, интрига, раскрыть секрет, а что мне за это будет?» Простите мне мои легкие цитирования, и «нелегкие, ладно, не буду вас томить, это, не слышны в саду, да, же шорохи, подмосковные вечера». Рекомендую нынешним украинским политикам последовать примеру этого композитора и посылать русский военный корабль в прямом эфире фразой «до, реми, даре, до, и культурнее будет, и, по адресу, и детей от экрана не надо будет прятать». Продолжение следует...